159 лет назад родился Михаил Васильевич Асеев, известный тамбовский фабрикант, меценат и общественный деятель. К этой дате в его роскошном особняке, который сейчас мы называем Тамбовской жемчужиной, провели историко-культурный вечер. На нем побывал и наш корреспондент Олеся Кречетова. Изучением рода Асеевых краевед Владимир Середа вместе со своей супругой Ириной занимаются на протяжении трех лет. Именно они подготовили для тамбовчан историко-культурный вечер, посвященный дню рождения знаменитого тамбовского фабриканта. Паре удалось восстановить много фактов биографии, найти предков и даже потомков, которые сейчас живут в Латинской Америке. Целеустремленный и трудолюбивый Михаил Асеев любил учиться. Основным его увлечением была охота, а семейные традиции заложены с детства православная вера. Вот уже мы сейчас общаемся с пра-пра-правнуками Михаила Васильевича, они православные. Вот вера, которая заложена была в этом доме, и еще до того, как этот дом был построен, она сохраняется до сих пор. В колонном зале музея-усадьбы пустых мест не бывает. Здесь часто проходят разного рода встречи. Вот и на дне рождения владельца дома яблоку негде упасть. Гостей пришло немало. Галина Корнилова узнала о культурном вечере из интернета, решила пойти сама и пригласила подруг. Работая в библиотеке, женщина захотела узнать еще больше любопытных фактов о том, как жил и работал меценат. Я много чего знаю, я много читала в библиотеке книг, и после посещения этого музея я еще прихожу к себе на работу и смотрю еще книги. То есть я удовлетворяю свое любопытство. В этот вечер в исполнении тамбовских актеров и музыкантов прозвучали стихи и романсы, музыкальные композиции, отрывки из литературных произведений и воспоминания членов семьи Осеевых. Организаторы надеются, что первый историко-культурный вечер станет еще одной ежегодной традицией музейного комплекса. Олеся Кречетова, Владимир Моисеев, Александр Кобзарев, Область новостей.